Организатором конкурса выступает Управление образования Одинцовского района. Соревнования проходят в три этапа. На первом оцениваются программы и методические разработки учителей. На втором жюри посещают открытые уроки и наблюдают за тем, как педагоги раскрывают творческие способности у детей. А на третьем учителя раскрываются сами. Третий этап, он проводится как бы в виде такого праздника. То есть это и визитная карточка педагога, он говорит о своем педагогическом кредо. И естественно, сейчас уже после того, как они расскажут о себе, это будет награждение. Чтобы третий этап действительно прошел как праздник, в Центр эстетического воспитания пригласили вокальную студию «Дети солнца». Ребята подняли настроение зрителям и участникам конкурса. Дотянись до неба, дотянись до солнца, дотянись до самой заветной мечты. Для участников конкурса преподавание – это не просто работа, это неотъемлемая и очень важная часть их жизни. В ходе уроков педагоги не просто делятся знаниями с детьми, они стараются показать ребятам, насколько важно любить то, что ты делаешь. Конкурс дает возможность убедиться, что наши педагоги дополнительного образования умеют не только раскрывать таланты других, но и сами обладают ими, причем самыми разными. В финальную часть конкурса вышли восемь педагогов. Дипломантами стали Елена Прошкина, Георгий Шульгатый, Татьяна Митряжкина и Елена Кудрявцева. Лауреатами третьей степени стали Наталья Горчакова и Оксана Зенина. Второй – Ольга Алексеева. Ну а лучшим педагогом дополнительного образования признали Ирину Сычеву из Маловеземской школы. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.